Диалектические методы анализа изобретательской ситуации. Модель технического противоречия, которая заключается в том, что улучшение одного параметра приводит к ухудшению другого параметра. Если на ствол орудия установить дульный тормоз, то габариты противооткатного устройства будут меньше на 50%. Это плюс. Однако пороховые газы дульного тормоза производят демаскирующие действия, а в случае использования его на танке, а застилают поле зрения наводчика, ухудшаются параметры оптической прозрачной среды и могут быть нанесены травмы десантникам на броне высокой температурой. Модель Ивзенбад, если то однако, является творческим наследием Генриха Сауча от Шулера, который называл теорию решения изобретательских задач практическим диаматом. Поэтому вы видите в правом верхнем углу картинку Гегеля. Если посмотреть на немецкие, а затем на советские танки времен Второй мировой войны, то можно заметить одно важное различие. На большинстве бронемашин вермахта имеется дульный тормоз. А у советских он встречается только на некоторых поздних тяжелых танках вроде ИС-2 и самоходках большого калибра. При этом мало кто знает, что советские танкисты буквально противились установке дульного тормоза. Но почему? Главное назначение дульного тормоза – это поглощение энергии отдачи. С таким устройством ствол орудия откатывается на 50-60% меньше, что позволяет существенно сократить габариты противооткатного устройства. Для танков и самоходных арт-установок это особенно важно, так как пушка занимает меньше места под броней, а значит и профиль машины можно сделать ниже и уже. Кроме того дульный тормоз отводит большую часть пороховых газов из ствола, тем самым серьезно повышая комфорт работы экипажа, за счет сокращения загазованности внутреннего пространства боевой машины после выстрела. В конечном итоге дульный тормоз позволяет повысить начальную скорость снаряда, то есть использовать более мощные орудия при сохранении габаритов танка. Правда есть у дульного тормоза и ряд недостатков. Именно они и делали его крайне нежелательным для советских танкистов. Во-первых, выходящие от дульного тормоза пороховые газы серьезнейшим образом ограничивает видимость наводчика, затрудняя его работу по наблюдению за целью. В ряде поднятая пыль загрязняет оптику наводчика. Во-вторых, вырывающийся дым решительно дымаскирует танк во время совершения выстрела, лишая его таким образом тактического превосходства и эффекта неожиданности при следующем выстреле. В-третьих, советские танки активно применялись для маневренных атак и контрнаступлений в том числе в качестве десантных средств. Однако горячие газы могли помешать солдатам десанта на броне. А вот, немецкие танкисты пехоту не перевозили, на поле боя солдат доставляли на броне транспортеров. В итоге советские танкисты предпочли, менее мощные орудия, для сохранения тактической силы.